Это встретились два одиночества на космическом какой-то платформе. Я бы сказал так, по сегодняшнему рангу мировой космической гонки, это пятая держава мира, это Россия, по своим результатам межпланетных исследований, Луны, ну, явно позади Соединенных Штатов, Китая, Индии, Японии, Европейского Союза. И претендующая на какую-то шестую, не знаю, изображающую себя, ракетной державой космической или имеющую какие-то реальные достижения Кореи. Вот встреча двух диктаторов, пятого вождей, пятой и шестой космических держав мира. Ну, вы же видели, с каким восторгом, с каким восторгом ауйства российские несколько часов рассказывали о меню, меню их торжественного обеда. А вот меню их содержательной встречи, их мы могли читать на сайтах наших патриотических военкоров. Ну, вот легендарный Сергей Марков наиболее откровенно анонсировал результаты этой встречи. Корея передает России громадное количество артиллерийских снарядов советского производства, которые решат исход битвы в Украине. Российская Федерация передает новейшие ракетно-ядерные технологии, в частности, которые позволят увеличить дальность северокорейских ракет с пяти тысяч километров до десяти тысяч, и, как писали все российские фокурантисты, они получат способность наносить удары по всем американским городам. Дальше больное воображение наших патриотов, что еще в космическом дали 300-400 тысяч, а может быть и миллион корейских, северокорейских добровольцев должны выступить на стороне российской армии в Украине, а еще такое же количество трудовидов корейцев исполнять всякие хозяйственные работы в ТУ российской армии и в военно-промышленном комплексе. Ну, кончилось это после объекта, когда уже напряжение достигло пика, было объектно «Подают десерт!» закричал «Хаузь за Робинка» от Сива, я не знаю кто, да, и заглянул куда-то в программку этого десерта, долго рассказывал, какие можно выбирать разные виды десертов. А после десерта, наконец, вышли сначала Шойгу и Путин и произнесли, что это совершенно невыразимое. Ну, первое, что Россия не собирается выходить, как дисциплинированный и уважающий эту организацию член ООН, не собирается выходить из санкций, наложенных Советом Безопасности ООН. А если санкции не выходить из этих санкций, ну, какие тогда громадные ракетно-ядерные поставки для ударов по городам Соединенных Штатов, да и любые поставки вооружений артиллерийских, снарядов, они тоже запрещены этими санкциями. Ну, а, кстати, поставки-то это идут. Это как раз украинская разведка, Буданов, не Арбуданов, сегодня подтвердил, что, ну, речь идет о каких-то граничных масштабах, но эти поставки идут. Так что тут дело не в верности России каким-то своим обязательствам. Но мы помним, что два дня назад, как раз накануне этой встречи, прозвучало очень серьезное предупреждение из стороны Соединенных Штатов. И, видимо, вот это официальное предупреждение было сопровождалось каким-то неофициальными разъяснениями по гипотематическим каналам. Ну, потому что, представьте себе, да, ну, если Москва потребует масштабнейшего поставок артиллерийских снарядов, все корейские запасы направить в Россию, ну, товарищ Кимон тоже воспользуется ситуацией и, наверное, попросил бы того, что ему необходимо, расширение его ракетно-ядерных возможностей. Но для Соединенных Штатов, слушайте, это же классический коронепский кризис. Коронепский кризис возник, когда Советский Союз завез на Кубы имевшиеся тогда у него ракетки средней дальности, которые с Кубы могли доставать до города Соединенных Штатов. А сейчас речь шла об обоснащении корейского полуострова ракетами дальности 20 тысяч километров, которые также могли бы доставать Соединенные Штаты. Но ясно, что Соединенные Штаты никогда бы этого не допустили. Они просто все бы разнесли это чертовой матери. И вся эта великая программа, она закончилась грандиозным десертом на космическом полигоне Восточной. Вот мои такие впечатления о сегодняшнем дне. Ну хорошо, ладно, не будем общаться с этими трансгендерами, Бушами, Байденами, Макронами. Ну хотя бы товарищ Си, вот товарищ Си долго мелькал вместе, рядом с Путиным. Это уже, конечно, уже какой-то совершенно запредельный уровень ниже Плинтуса абсолютно презираемый комический ядерный маньяк воспринимается как главный союзник России. А то, что Путин веселенький сегодня был, так он вчера был еще более веселенький. Путин, согласитесь, произвел впечатление на всех наблюдателей. Ну, было много сообщений о слабом Путине, уставом Путине. Ну, мне, например, поднадежит хороший мем, он был очень популярен, сморчок под пледиком. Я так характеризовал Путина на параде, если вы помните, 9 мая 2022 года после крупнейших поражений под Киевом, Сумами, Черниговым, когда российская армия фактически бежала. Российские генералы заявили, что они сейчас совершают, что это бегство является жестом доброй воли. И Путин, совершенно жалким, появился в этом параде рядом с ветеранами. Он сидел, поджав коленки под какой-то пледик, дорожал. Этот сморчок под пледиком, этот образ Путина, он был достаточно типичным. Ну, например, таким же сморчком под пледиком Путин оказался утром 23 июня 23 года после того, после мятежа Пригожина. Помните, сначала выступил с обращением к народу и к армии, немедленно уничтожил предателей, изменников и так далее. А потом он вынужден бежать Москвы в движение Пригожина. И вот на следующий день после своего позорного бегства он устроил какой-то свой маленький парад беды. Помните, он спускался тогда сверху гранитой паты по красной лестницы где выставлены какие-то верные войска, которые его бы спасли. Герои руководителя верных войск его руководителя разгвардии золотов, которые вообще никакого отношения к событиям нет. Он героически бил себя пяткой в грудь и сказал бессмертный фронт, да, мы бы залили крем кровью, но мы бы защитили вас, Владимир Владимирович. Вот это один Путин, а другой Путин вот торжествующий торжествующий гопник, торжествующий глубимый гопник. Есть два образа Путина. Как это выживается в одном человеке? Очень просто. Путин болен, это классический симптом маниакально-депрессивного синдрома. Характерен для личности, которая испытывает глубокий комплекс неполноценностей и периодически оказывается либо в маниакальной стадии, в той стадии Путина, когда вот я его называю сморчок под пледиком, и она время от времени приходит в поседине противоположную стадию, стадии маниакального, вот этого всевластвующего, глумящегося над всем миром гопника. Вот таким гопником он пристал в своем выступлении, полутора часа, по-моему, полутора часа длилось основное выступление, там еще для вража сидела какая-то несчастная женщина, которая оказывается вице-президором, и вместе с Хоуевым ведущим все эти свои сцены. Перед нами был Путин, упоенный властью, и абсолютно уверенный в успехе не то же военной кампании, в успехе войны. Вот он находится сейчас в этом состоянии, потому что он себе внушил на этой маниакальной стадии две вещи, которые абсолютно далеки от действительности. Внушил следующее, он это повторял неоднократно. Первое, относительно Запада и военных действий. Наступление провалилось, наступление провалилось, оно ничего не достигнет, скоро оно становится там по метеорологическим причинам, по погодным, и Запад, разочарованный этой неудачей Украины, потеряет к ней телек, будет заставлять ее пойти на какое-то соглашение, а по плану Путина мы никакого соглашения идти не будем, и это используем потом для перехода через некоторое время к наступлению. То есть, он твердо убежден, что Запад готов сдать Украину, ошибка его мне понятна. Вот в прошлом своем выступлении я его как раз путил полностью в ситуации в Соединенных Штатах, сейчас, чтобы не повторяться, основной тезис, очень тяжелая ситуация в Соединенных Штатах для Украины была весь июнь, июнь, отсюда Путин и получил это впечатление. В эти два месяца господство в администрации полностью господство группировка Бернста Селливана. Мы слышали массу публикаций, поток публикаций шоу из Соединенных Штатов. Мы дали им конец для победы, они неудачно наступают, ничего не выходит, ну и вообще они не могут победить русских, наступление закончится, и надо будет думать о мирных переговорах и сворачивании этого конфликта. И конечно Путин все свои надежды возглавлял именно эти нарративы, но произошло в начале августа и с нарастающей силой продолжается сейчас коренное изменение вот этого нарратива и соотношение сил внутри Байденской администрации. Там мы уже видим поток статей другого содержания, примерно такого. Да, украинцы цели наступление не полностью отвечают тем, которые заявлены. Надо считаться тем, с какими громадными трудностями сталкивается украинская армия. Это невиданное в истории наступление стратегическое без господства в воздухе. Они могут не достигнуть своих целей, потому что мы не дали им авиации, не дали дальнобойной ракеты. Поэтому меняется вот этот вывод из этой констатации факты. Констатируется в большинстве выступлений сейчас звучащих в Соединенных Штатах и из политических деятелей и в печати. Не то, что мы теперь должны идти на ракеты. Нет, мы должны, если это выступление не достигнет своих успехов и не удастся дойти до моря, надо вооружить гораздо лучше Украину для второго весеннего наступления. Все принципиальные решения по самолетам F-16, которые так долго откладывались, приняты. И вот последние оценки, которые в четырех странах ведется подготовка украинских летчиков. Уже известна первая партия самолетов, это будет примерно 60-70 предоставленные Данией, Нидерландами, Норвегией. Ну, вообще-то, между прочим, на складах НАТО 6 тысяч самолетов F-16. F-16 меняют ситуацию в целом. Не только как для поддержки воздуха наступления, но, кроме того, это летающие платформы противовоздушной обороны F-16. Несколько F-16 пораживающих над Черным морем полностью закроют города в Украинском юге, которые сейчас подвергают бомбардировки российской авиации. Вот это очень важным фактором, такой символической точкой в этом изменении взгляда Соединенных Штатов на ход войны и на ее результаты перспективы был визит Блинкина в Киев, где Блинкин во-первых, снова подтвердил высказанное еще 24 мая 2022 года в том же Киеве цели в Северной Штатов этой войне полная оккупация в Украину, вывод всех вольств и он повторил специально ослабление России до такой степени, чтобы она никогда больше не смогла повторить это окрытие. Это очень важно, что Блинкин приехал, потому что приезд Блинкина означает, что он будет руководить и руководит подготовка встречи Зеленский Байден, которая остается в Нью-Йорке 20 или 21 сентября. Все предыдущие встречи на высшем уровне готовят другой человек, человек Сэлли Ван или Бернс вот это люди, установка которых на войну была совершенно другая. Вот эта формула знаменитая Сэлли Вана «Наша цель не поражение Украины», на деле она означала «Наша цель ни в коем случае не допустить поражение России, разгромного поражения России». Какая для них была для этого аргументация? Ну, самые разные. Очень долго они занимают используя путинский шантаж. Вот не надо провоцировать Путина, он способен войти на ядерную войну и так далее. Или другие аргументы, что нам для чего-то нужна сильная Россия, крупный игрок в геополитическом пространстве, который в самых глупых и грубых формулировках может помочь нам противостоять Китаю. Или, наконец, страх перед так называемой русской смютой, а не вывышали слова русской смюта, лучше Путин, чем нервизионная анархия и так далее. Вот эта точка зрения на господство очень долго. Почему произошел такой переворот, я тоже об этом несколько раз рассказывал. Это разоблачение, сенсационное разоблачение в конце июля миссии переговоров по так называемому трек 2 порученца Селивана Тома Грэма, которые разговоры в Москве были опубликованы. Мне кажется, это произошло не без участия украинской разведки. Такие-то украинские штирлицы повторили подвиг того же штирлица героя фильма «Семнадцать мгновений весны», который, как мы все постсоветские люди, помним, сорвал переговоры Соединенных Штатов с Гитлеровским рейхом. Так вот, украинские штирлицы сорвали переговоры части администрации Соединенных Штатов с Путинским рейхом. разоблачение в подробных деталях переговора Бернса с Путиным и Нарышкиным в ноябре двадцать первого года, оно поставило их в очень невыгодное положение. Они вынуждены были оправдываться, нет-нет, мы никого не посылали, мы не представляли Грэма и так далее. Эти поражения были немедленно продемонстрированы, что это распространенная ложь. Короче, сторонник в Украине одержали верх внутри администрации и установка Соединенных Штатов сейчас. И я уверен, что она будет подтверждена во время готовящихся переговоров Зеленского и Байдена в Нью-Йорке, а Путин этого не знает, этого не знает. Он совершенно не понимает ситуации на Западе, поэтому он в таком инфарическом настроении пребывает два дня как победитель. Запад устал от Украины, он ее бросит и так далее. Второе глубочайшее заблуждение Путина, он не понимает обстановку вокруг себя. Он считает, что после ликвидации пригожина, ну все, и он сам понимал, что, конечно, мятеж пригожина резко осладывал власть внутри, внутри России, как всякой мафиозной структуре. Если по хану бросается вызов, и он безнаказан нас убивает, но он ошибается, что после исчезновения пригожина угрозы исчезают. Проблема Путина 23 июня был не пригожин. Пригожин был инструмент. Проблема Путина были военные, которые практически в полном составе отказались выполнять его приказ об уничтожении мятежников. Это и ГРУ военной разведки, которая, которая, собственно, и подчинялась пригожин. Вы же видели, как пригожин разговаривал в захваченном Ростове с руководителями Министерства обороны и ГРУ с генералом Алексеевым и генералом Евгуром. Он говорит, выдайте мне Шойгу Герасимову, который за полчаса до этого находился в этом занятии и забирайте его к чертой матери и так далее. И ФСБ, ФСБ, контрразведка ФСБ обязана, во-первых, не допустить этого мятежа, во-первых, раздавить его. То есть проблемой Путина был не пригожин. Проблемой Путина недовольство, недовольство явное большой части серверовиков. Оно никуда не делось. Посмотрите, что происходит сейчас в сети атаки сторонников генерала Теплинского, командующего Воздушно-десантными силами. Они также атакуют Герасимова и Шойгу с теми же тезисами за бездарность, за то, что они разборовали армию, ведут страну к поражению. И они атакуют Шойгу, Герасимов через запятую понимается и пригожин. Вот находящийся в таком глубочайшем отрыве от реальности того, что творится в России в позиции Запада Путин, и вот два дня демонстрируя нам свое состояние, эйфорическое состояние своей маниакальной стадии. Ну, думаю, что в ближайшее время события заставят вернуться его к модели смарт-шка под пледиком, к депрессивной стадии его маниакально-депрессивного синдрома. Они вот все это опровергают его пирамиду, его вот этого состояния эйфории, маниакальной стадии его синдрома. Ну, в то время, как он вел пустые разговоры за десертом с товарищем Ким Чен И, ну, расстреливался Севастополь, его морская столица. Уничтожены два корабля, которые довольно сложно, это подводная лодка и десантный корабль. Это колоссальная пощечина. Смотрите, что творится в социальных сетях. Это состояние на фронте. А не меньшая пощечина, пока еще не замечена, я вот сейчас разъясню смысл символический, была нанесена скандалом вокруг, ну, собственно, это часть вот этого удара по Севастополе, потому что уже никто не скрывает, что удар по Севастополе был нанесен ракетами с Томшейдю. Как сказал один из, по-моему, это ударный, кто-то другой из украинских и руководитель пошути Штормит в Севастополе, Штормит, Стормшейдю. А может быть, даже бы это не Стомшейдю, может быть, Скалб, это французская ракета, они неразличимы, это одна и та же ракета, просто это совместное производство, то, что производят французы, называется Скалб, а англичане, англичане Стормшейдю. Теперь вернемся к скандалу, как разворачивался в Средизионных Штатах вокруг Маска в последний день. Ну, вы все его помните. Была публикация такой биографии Маска, там Маск вообще, Маск интересный человек, он, конечно, гениальный инженер, бизнесмен, но он человек со странностями, такой эго-маньяк, и далеко не каждый гениальный бизнесмен инженер что-нибудь понимает в мировой политике, скорее наоборот. Он же давно носился со всякими идеями, которые ему умело, его в политике, скажем так, объективно, очень умело обрабатывают кремлевскую пропаганду. Его же там с Путиным он где-то встречался, я не знаю, он Лайнин, и Путин все время комплименты им отпускает. И Маск еще образился спасителем человечества. Ну, во-первых, он занимался вместе со всеми там папами францисскими, африканскими вождями и прочими полезными буржуазными даже и постколониальными идиотами, идеями мира, что нужно отдать Украине 20% территории, и тогда война прекратится. Но, кроме того, он выступал, что повторял самые примитивные тезисы путинские пропаганды, еще если провоцировать Путина, атаковать русскую территорию, то он начал ядерную войну, поэтому надо спасти, честно, не от маньяка Путина, а спасти человечество от ядерной войны, а для этого отдать ему на съедение и на заклане Украины. И вот он так эти свои дроны с гордостью представил в своей автобиографии, что я закрыл свой Старлинк, когда где-то, по-моему, в октябре прошлого года украинцы пытались дронами не французскими, английскими ракетами, а самодельными дронами атаковать что-то там в Крыму. И у них все провалилось, дроны разбились. И я чуть ли не спас человечество. Ну, во-первых, в Америке естественно поднялся скандал, черт возьми. Кто у нас решает вопросы ведения войны? Президент Соединенных Штатов, генерал Милли, или у нас решает германьяк Маск, который открывает, закрывает какие-то возможности. Ну, формально, да, он поставил Пентагону Старлинк. Он такой же подрядчик, как, скажем, там, Дженер Моторс или другие компании, которые поставили Соединенным Штатам артиллерийские снаряды, там, я не знаю, танки, Хаймерс, и что? Эти заводы, подрядчики каждую неделю будут определять, в каких сражениях их танкам или Хаймерсом участвуют или нет? Ну, и Маск вынужден оправдываться был. И вот сегодня он скажет, что правда. Что? Это мне американское правительство посоветовало. Я бы никогда сам это не сделал, хотя я считаю это правильным, но также считал и Совет национальной безопасности Соединенных Штатов проголосством Селивана, что нельзя атаковать Крым и другие территории. Но вот сравните, вот та ситуация октября, когда Украину держали за руки, когда даже какой-то удар самодельными дронами по Крыму запрещался, был сорван с подачи того же Селивана, был сорван Маском. И сегодняшний день, когда не то что дронами, а самыми современными крылатыми ракетами воздушного базирования хлещет по Севастополе на Атмаш, и все это воспринимается с большим возрушивлением, и никто это не пытается остановить. Вот вам свидетельство той полной победы, поражения группы Бернса Селивана внутри американской администрации, которую я второй свой стрим подряд убеждаю и информирую украинского зрителя. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok